в этом уроке я хочу показать как вяжутся скрещенные лицевые и изнаночные петли при бабушкином и классическом способе вязания вот у меня полотно лицевой глади и до маркера я вязала классическим способом вот этот участок а после маркера я вязала бабушкиным способом вот этот участок давайте теперь перейдем к нашему вязанию первую петлю мы снимаем как кромочную вот таким образом мы вводим правую спицу слева направо и эту петельку снимаем и разворачиваем это мы делаем для того чтобы у нас по границе лицевой глади образовалась косичка теперь давайте вспомним как у нас вяжутся лицевые петли при классическом способе эта петля она вяжется за правую переднюю стенку то есть мы вводим правую спицу слева направо в эту лицевую петлю захватываем ниточку на пальцы вытягиваем петлю и спускаем с левой спицы давайте еще раз провяжем вводим правую спицу в лицевую петлю за петлю за переднюю стенку и вывязываем лицевую петлю и спускаем с левой спицы так мы провязали лицевые классические петли а теперь давайте провяжем скрещенную лицевую петлю при классическом способе вязания для этого мы ее должны провязать за заднюю левую стенку то есть за вот эту стеночку которая находится с этой стороны спицы для этого мы вводим правую спицу за заднюю стенку вот так захватываем ниточку на пальцы вытягиваем петлю и спускаем ее с левой спицы вот мы провязали скрещенную лицевую петлю при классическом способе вязания давайте еще раз повторим мы вводим правую спицу в лицевую петлю за заднюю стенку и вытягиваем петлю вот таким образом и спускаем ее с левой спицы вводим правую спицу в петлю за левую заднюю стенку захватываем ниточку на пальцы вытягиваем петлю и спускаем с левой спицы вот мы провязали скрещенные лицевые петли и если мы внимательно посмотрим то они похожи на такие перекрученные петли теперь давайте до вяжем до маркера я буду вязать просто классические лицевые петли переснимаю маркер на правую спицу и теперь у меня находятся лицевые петли которые я вязала бабушкиным способом то есть я их вязала за заднюю правую стенку давайте вспомним как это делается для этого я ввожу правую спицу в лицевую петлю за заднюю стенку вот таким образом захватываю ниточку на пальцы вытягиваю петлю и спускаю с левой спицы снова ввожу правую спицу в лицевую петлю за заднюю стеночку захватываю ниточку вытягиваю петлю и спускаю с левой спицы так мы вяжем лицевые петли при бабушкином способе. А теперь давайте провяжем лицевые петли только скрещенные при бабушкином способе. Для этого мы должны их провязать за переднюю левую стеночку, то есть за вот эту левую стенку. Для этого мы введем правую спицу слева направо за левую стенку переднюю, захватим ниточку на пальцы, вытянем петлю и спускаем с левой спицы. Вот у нас получилась скрещенная лицевая петля. Давайте еще раз провяжем. Мы должны провязать за вот эту левую переднюю стенку. Для этого я ввожу правую спицу в эту стеночку переднюю, захватываю ниточку на пальцы, вытягиваю лицевую петлю и спускаю с левой спицы. Вот у меня получается скрещенная лицевая петля при бабушкином способе. Давайте еще раз провяжем. Я должна провязать за вот эту переднюю левую стенку. Я ввожу правую спицу слева направо в эту петлю, захватываю ниточку, вытягиваю лицевую петлю и спускаю с левой спицы. И давайте внимательно посмотрим на эти скрещенные петли. И мы видим, что они получаются перекрученными. И теперь давайте довяжем до конца ряда. Я буду вязать просто лицевыми петлями бабушкиным способом, то есть за заднюю стеночку. Последняя петля у меня кромочная и изнаночная. И поворачиваем нашу работу. Теперь научимся вязать скрещенную изнаночную петлю. В классическом и бабушкиным способах Обычная изнаночная петля вяжется за переднюю правую стенку. И отличается лишь способ ее провязывания. При обоих способах вязания, чтобы провязать скрещенную изнаночную петлю, мы должны вязать ее за заднюю стенку. Давайте сейчас приступим и посмотрим, как это выполнить. Мы первую петлю снимаем как кромочную. И сейчас у меня до маркера. Это будет участок, который я вязала бабушкиным способом. То есть посмотрим на изнаночную петлю. Она к нам развернута. Вот передняя правая стеночка. А задняя стеночка, вот она, находится сзади от нас. И теперь нам надо будет провязать изнаночную петлю. Давайте ее провяжем просто, как мы вязали при бабушкином способе. То есть ниточка перед петлей. Вводим правую спицу в эту изнаночную петлю за вот эту переднюю правую стеночку. Захватываем снизу ниточку, вытягиваем изнаночную петлю и спускаем с левой спицы. Так мы вязали изнаночную петлю при бабушкином способе. А теперь давайте провяжем скрещенную изнаночную петлю при бабушкином способе. Для этого мы будем ее вязать за вот эту заднюю стеночку, которая находится от нас. Для этого мы располагаем ниточку перед спицей, пока перед петлей. Вводим правую спицу в эту стеночку сзади, то есть за заднюю стеночку, вот так. Немножко петельку как бы вот так растянули и захватываем ниточку снизу и вытягиваем вот так изнаночную петлю и спускаем ее с левой спицы. Так мы провязали скрещенную изнаночную петлю. Давайте еще раз провяжем скрещенную петлю. Для этого нам надо ввести спицу вот в эту заднюю стеночку. Мы располагаем ниточку перед спицей, перед петлей, а правую спицу мы вводим сзади, за заднюю стенку в эту изнаночную петлю. И теперь захватываем ниточку снизу вот таким образом и вытягиваем изнаночную петлю и спускаем ее с левой спицы. Так мы провязали скрещенную изнаночную петлю. Давайте еще раз повторим. Вот у нас изнаночная петля, вот ее задняя стенка и мы должны правую спицу ввести эту заднюю стенку. Мы вводим правую спицу в заднюю стенку и теперь захватываем ниточку снизу, вытягиваем изнаночную петлю и спускаем с левой спицы. Так мы провязали скрещенную изнаночную петлю. Давайте теперь довяжем до маркера. Я провяжу просто изнаночные петли при бабушкином способе. И затем мы будем вязать изнаночные петли, скрещенные, только при классическом способе. Я переснимаю маркер на правую спицу и теперь вот этот участок я вязала изнаночными петлями при классическом способе. Давайте вспомним, как мы это делаем. Мы располагаем ниточку перед нашей спицей, перед петлей, вводим правую спицу сверху в изнаночную петлю и мы сейчас должны захватить вот эту ниточку с указательного пальца только по другому. То есть сверху мы поднимаем нашу спицу вот так вверх, захватываем вот так ниточку, вытягиваем изнаночную петлю и спускаем с левой спицы. Вот мы провязали изнаночную петлю классическим способом. Давайте еще раз повторим. Я ввожу мою правую спицу в изнаночную петлю сверху и теперь захватываю ниточку на пальце вот так и вытягиваю изнаночную петлю и спускаю ее с левой спицы. Так я провязала классическую изнаночную петлю. А теперь давайте провяжем изнаночную петлю только скрещенную при классическом способе. Для этого мы будем ее провязывать за вот эту заднюю стеночку. Для этого ниточку мы располагаем перед спицей, перед петлей. Мы должны ввести правую спицу вот эту заднюю стенку сзади. То есть вот так вот таким способом ввели. А теперь мы должны вот так ниточку поместить вот таким образом. И теперь мы должны захватить эту ниточку и протянуть через петлю. Только захватить ее сверху вот так и протянуть через петлю. Вот вытянули петлю и спускаем с левой спицы. Так мы провязали скрещенную изнаночную петлю. Давайте еще раз провяжем ее. Мы расположим ниточку перед петлей. Потом мы должны ввести вот эту заднюю стенку. Мы вводим правую спицу в заднюю стенку петли. Ниточку вот так располагаем вот таким образом. И сейчас мы должны эту ниточку захватить правой спицей и протянуть через петлю. Мы захватываем вот таким образом, вытягиваем петлю и спускаем с левой спицы. Так мы выполнили скрещенную изнаночную петлю. И когда мы посмотрим на лицевую сторону, там тоже будет скрещенная лицевая петля. Давайте еще раз сделаем. Ниточку располагаем перед спицей, перед петлей. Далее вводим нашу правую спицу в петлю только сзади. Вот так. Ниточку располагаем вот так теперь на спице. И мы ее должны захватить только сверху. Вот таким образом. И протянуть через нашу изнаночную петлю. И спускаем с левой спицы. Таким образом мы провязали скрещенную изнаночную петлю классическим способом. Если вам неудобно вязать за вот эту заднюю стеночку, то мы можем сделать так. Мы можем эту петлю как бы переснять и развернуть. То есть я ввожу за заднюю стеночку правую спицу. Вот так ее переснимаю на правую спицу. А потом ее как бы разворачиваю и возвращаю на левую спицу. То есть я поменяла стеночками. Теперь я буду вязать за вот эту заднюю стеночку. То есть я ее повернула. Вот так. И мы получим скрещенную изнаночную петлю. Дальше. Если неудобно вам вот так вводить за заднюю стенку спицу. И вязать скрещенную изнаночную петлю. То мы ее тогда развернем стеночкой. Так, чтобы она была уже... Вот эта задняя стеночка у нас повернулась вперед. Сделаем мы так. Я ввожу правую спицу. Пересняла ее. А теперь возвращаю на левую спицу. И вот так разворачиваю. И теперь я ее провязываю изнаночной петлей. То есть при вязании скрещенных петель всегда обращайте внимание, как петли расположены на спице.